Всем привет, друзья мои! Сегодня вторник 13.00, вы включили юмор бокс, а значит с вами я, ваш звездатый ведущий Михаил Костанян. Сегодня 17.00, какая-то магия чисел, это очень модно. Есть сегодня хороших несколько праздников. Во-первых, сегодня день творчества и вдохновения, так что если у вас есть вдохновение, занимайтесь творчеством. Не будьте как большинство людей, занимающихся творчеством, которые это делают без вдохновения. Да что с вдохновением этим занимаетесь? Сегодня день удабривания телефонного божества, задабривания. Я не знаю, что это за праздник, но вот такой международный есть праздник, есть телефонное божество, надо его как-то задобрить. Ну и наконец, самый главный праздник для всех россиян. Сегодня день святого Антонио, с чем я вас от всего сердца поздравляю. Ну а на самом деле поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Мы, наша передача «Несерьезные люди» впервые в эфире в 2017 году. Пусть этот год будет добрым, а в этом вам поможет Баста. Смотрим. Друзья мои, у нас в гостях джаз-дэнс оркестра. Давайте ура! Поприветствуем вас. И я с огромным удовольствием хочу представить отца-основателя, Вадим, и очаровательная солистка Даша. Хорошо. Вадим, название джаз-дэнс, ну оркестра понятна, это вот как вот к чему? Не укладывает? Не, наоборот, я знаю, что есть даже несколько стилей джазовых танцев даже вот сейчас. Да, очень. Я просто не знаю, как люди танцуют под нас, не знаю, как они это называют, джазовые танцы, не джазовые. Вот так танцуют. Джаз-то или не джаз, не знаю, но изначально мы просто играли такую старинную музыку а-ля Гленн Миллер. Название осталось. Я бы сказал так, бессмертную музыку. Бессмертную, да, бессмертную, но старинную, уже классика джаза. И вот название было именно к этому стилю как-то привязано. Джаз-дэнс, джазовые танцы. Потом стиль немножко изменился, танцы остались, название тоже осталось. Ну, у нас, ну, я просто, если вспомнишь реакцию нашего, Григория, свет нашего лепса на слово джаз, он подпрыгивал все время, да, то есть он прям у него так, а, вот это. Вот мне кажется, вот так подпрыгивал на самом деле по другой причине. Мне кажется, он просто считает, что он лучше всех разбирается в джазе, и так как сейчас просто... А может быть слово джаз стало модным? Да, и вот это он может быть как бы... Может быть, может быть. А посмотрим через пару лет, будет он подпрыгивать или нет под это слово. Вот так вот, да? То есть он еще не был на ваших концертах, нет? Был. Был. И как-то, ну, это уже показатель. Не прыгал. Да? Не прыгал. Восторгивал. То есть он не кричал, не орал, опять же. Может быть, прыгал только от восторга? Я не знаю, он за кулисами в это время был. Не знаю, может, пел, может, прыгал. Может, ел. Вас можно назвать, вот, как у меня есть такая информация, родоначальники стиля... Можно, называй. Можно, да? Не, я сейчас не матом хотел, я просто хотел сказать... Да нет, конечно. Родоначальники стиля поп-джаз. Поп-джаз, джаз-поп. Что означает поп-джаз? Поп-это популярно, я понимаю. Да, да, да. Ну, джаз, который... Доходит до всех? Ну, да, мы пытаемся сделать, чтобы доходил до всех. А это возможно? Ну, я думаю, да, в некоторой степени возможно. Просто вот... Мы его немножко упрощаем. А джаз разве это вообще не максимально упрощенное, по-моему? Это как посмотреть, как посмотреть, с какой стороны посмотреть. Со стороны моторта посмотреть, то нет, не максимально. Я просто определение джаза, я в детстве, помню, посмотрел после фильма «Мы из джаза». Сейчас как раз вот увидел тот замечательный инструмент, вспомнил эту фразу. Помнишь, как музыкант мучился и говорил, да не понимаю я, что это так, как это импровизирует, да? То есть, не понимаю. Я обратился к моему дяде, он профессиональный музыкант, клавишник. И я спросил, я говорю, а что такое джаз? Мне было просто... Ну, мне было лет 6-7, может, я не мог понять джаз, что такое. У меня дядя сел и что-то вот сыграл, и я смотрю, знакомая мелодия, но как-то по-другому. А я понял, что иметь в виду, импровизация, да. Да, и я говорю, я все равно до меня не дошло, я говорю, а вот ты умеешь, джаз, вот кто? И у меня объяснил вопрос, он мне так, знаешь, подумал и говорит, ну, короче, говорит, если человек умеет играть джаз, он умеет играть все. Ну, практически, да. В принципе, я с ним соглашусь. Вот так он определил. Соглашусь, в некоторой степени соглашусь, не до конца, но соглашусь. Даша, а ты согласна? Люди, которые играют джаз, они, ну, все-таки, все свое время, там, или большую часть времени посвящают именно этому. И нет уже времени на... На другое, да. На гудкости всякие. На стилистику какую-то, да. Я хотел, ну, ладно. Только хотел сказать про классическую музыку, ну, ладно. Ну, я и говорю мудкости всякие, поэтому нет уже времени совершенствоваться в других стилях, вот и все. Но перейти к другим стилям джаза... Заметим, как скромно, да? Нет времени совершенствоваться, ну, чего же совершенствоваться дальше? Но перейти в другой стиль гораздо проще уже после джаза, гораздо проще. Да. Даже в классе. Хотя вот у меня база, это классическое образование. Но я ушел в джаз, но могу вернуться. Иногда зовут в разные проекты классические, но я не соглашаюсь. Как Новый год погуляли, ребят? У нас вот был Новый год. Как? Как? Прошел. Ну, как, отлично. Да. Что там? Не уже не помнишь, да, что было? Нет, 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 отлично, все было. Если, если... Саночки, вы же... Здоровый образ жизни, да? Абсолютно. А оливье и вот это все вот... Не, оливье было, тоже здоровый образ жизни оливье. То есть оливье было, да? Оливье и санки. Оливье на саночках. Очень... По зимнему лесу. Друзья мои, сегодня, если вы обратили внимание, у нас ребята приехали с инструментами тоже, поэтому у нас будет живая музыка в прямом эфире чуть позже. Сейчас мы посмотрим музыкальный клип и вернемся к вам в опале «Березка» стояла. Друзья мои, вы сейчас увидели вот такое вот выступление замечательное. Даша молчала-молчала, но она для вас спела. Даша, давай знакомиться, вот, чтобы поклониться. Вот расскажи о себе. Меня зовут Дарья. Это очень неожиданно, но тем не менее приятно. Дарья, Дарья Лиман. Как ты дошла вот до джаза? Как я дошла до этого? Ну, вообще, неожиданно. Такая приличность виду девушкой и вдруг в джазе. Да. Это джаз, самая культурная музыка на свете. Да подожди. Передила, извини, продолжай. Зацепка такая. На самом деле, я классический музыкант в образовании. Я скрипачка вообще. И на протяжении всего времени, что я учусь в скрипке, я еще и параллельно училась вокалу. Вот. Но я пела в разных джазах, ну, в разных жанрах и пришла к джазу внезапно. Мне сказали, хочешь, 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 поймите. Да, да. Я такая, ну, ну, да, наверное. Леб сказал, что джаз хорошо. Все, джаз хорошо, значит, надо петь, да. Кто это, кто тебе сказал, иди в джаз? Кто тебя послал в джаз? Ну, это случайно получилось, но... Ничего случайного не было. Да, вот. В джазе, знаешь, случайных людей 99,9% поп-музыки, а вот в джазе случайные люди, мне кажется, как-то... Я думала, что я не справлюсь сначала, но мне кажется, что я потихонечку справляюсь с поставленной задачей. Я раньше джаз не пела. Ну, я увлекалась, но как бы... Да и сейчас. Что-то джаз-то не помню. Ну, я знаю, ты начинал с чистушек, да? Да, знаете, как я народные песни пою. Ой, вообще. Прям народные. С вырядом, то есть вот так? Прям, да, прям вот. Ну, мы сегодня, по-моему, попросим. Даже скромный человек для меня это открытие, что с выходом. Стоит. Выхода никогда не было. Стоит только посмотреть. Аура на канале такая у нас... Кстати, друзья, можете звонить нам в прямой эфир, задавать вопросы нашим гостям о джазе и не только. Даже если вот Григорий Викторович, если вы смойте, тоже позвоните. По телефону прямой линии 849-5276-2949. А также можете... А также можете писать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте. Юмор большими буквами, пробел ТВ английскими. Под фоткой вот такой. Я тут нарядно стоит. И наша красавца. Джаз, дэнс, оркестра. Вот народная артистка Даша. Вадим, а ты музыку всю жизнь в ней или как? Ну, лет с 12, наверное. С 12. А чем ты занимался до 12? Выжиганием, авиамодельный, судомодельный. На санках катался, в хоккей играл, футбол. Ну, на санках, я понял, это хобби на всю жизнь. Солевье. Хоккей, футбол, ну, всякие такие дворовые штучки. Ну, нормально, здорово, детство просто. Абсолютно, конечно. Качели, карусели. Не сразу джаз пошел, да? То есть сначала был приличный. Хотя слушал, да, в детстве. С детства папа меня слушал. Пластиночки разные. Армстронг, там, и всякое, всякое. Вот такое популярное джазовое, то, что тогда было популярно. А с 30-х годов осталось, что в народе популярное. Вот то и дома у меня звучало иногда. Но все-таки, видишь, это сказывается на жесткий диск, и, кстати, записывается, как в детстве. А бабушка была классической пианисткой, и это сказалось на том, что не знал джаза до какого-то момента и поступил в училище при консерватории. Но потом взяли вверх другие гены. Вот так вот. Вот у всех родителей, мне кажется, так или иначе, связаны с музыкой. У меня тоже мамочка связана. И вообще все родители прям с музыку любят. То есть ты из музыкальной семьи, у тебя выбора не был, да? Ну, можно так сказать. И частушки ты пела с детства. Ну, рассказывай, как ты зарабатывал на эту жизнь. Вообще, я не могу похвастаться, что я Армстронга слушала в детстве. Я слушала, что попроще. Русланова там, да? Киркорова. Все, я выхожу из кадра. Вы знаете, можно посмотреть, как я в четыре годика пою Киркорова. Можно. И это потрясающе. Но потом пошло все-таки на лад. На лад потихоньку. Кто вас интересовался музыкой? Так, уже хорошо. Возвращаемся к Даши. Да. Ты поняла, что есть музыка еще? Ой, я увидела концерт, по-моему, ансамбля скрипачей. Да, ансамбль. И сказала, мама, хочу играть на этом баяне. Это баян был, да? Да, это была скрипка. Кому, я хочу играть на этом баяне. Народная творчество. У него есть музыкальный инструмент, значит баян. Там было все просто. Правда? Да, и потом меня как бы отвели, сказали, есть. Вот баян. Вот смычок. Давай. Да, и как бы я стала баянисткой. Молодец. Видишь, какая-то долгая дорога была от Киркорова к джазу. Через боя. Сейчас бедный Киркоров там векает, наверное, Филипп Бедросович. Видите, вы людей на путь истинный направляете. Джаз веселая музыка? Когда как. Там полный набор эмоций. Ну, дэнс, да. Нет, смотри, вот если, допустим, блюз грустный, да, если так вот. Да. А вот джаз, если вот так брать, вот я свое мнение выяснил, на мой взгляд, джаз это как раз таки ровная музыка. То есть она такая, что вот выравнивающая, я бы даже сказал, ну, общее состояние, а по себе просто сужую. А, так, да. Она балансирующая. Обычно врачи советуют Моцарта послушать, чтобы что-то выровнять. Для вас джаза. Просто джаза тогда не было. Люди развиваются. Не надо останавливаться на Моцарте. Моцар тогда был, в принципе. Но он и остался. Ну, да, он остался, но... Ну, все-таки... Киркоров. Пока. У меня такая радость сразу. То есть у тебя квартира была обклеена, любимая тема, да, Киркоров? Да нет, нет. Я и народные песни, мама все время пела мне колыбельные, народные всякие песни. Поэтому я наравне с Киркоровым все остальное тоже познавала. Ты старалась в стиле Киркорова петь народные песни? Ну, нет, не совсем. А можешь дать что-нибудь такое вот народное, вот прям вот так вот, экспромтом, вот что-нибудь такое, ух? С выходом. С выходом? Да, ну, выход не все, не с разбегом, но как-то так. Поехали, давай. Не спеши у нас. Еще. Валенки, валенки, ой, да не подшито старенький. Нельзя валенки носить, да? Не к чем к милому сходить. Классно, браво. Вот так. Я про Русланов не случайно сказал, я чувствовал, да, что вот тут аура такая, знаешь, дух Русланова сзади тебя ходит. Даже здесь и раскрывается, да. Да, ну, смотри, круто. Все-таки джаз вышел из народа. Это чисто русская музыка, я уже понимаю, да? Однозначно. Валенках я сейчас почувствовал, там, знаешь, вот что-то вот, как будто вот Элочка. Пробежал. Подрезанью, да. Друзья, мы сейчас немножко отвлечемся, посмотрим небольшой музыкальный клик. Да, он вы сейчас с Jazz Dance Orchestra. Happy New Year. В прямом эфире сейчас у нас Jazz Dance Orchestra. Бардон, я просто не предупредил этого. Да, вот у нас так весело, друзья мои. Вадим, я знаю, что участвовал твой бэнд, да, извиняюсь за прямой текст. В разных фестивалях у нас сейчас есть, наконец-то, появились, как бы, не только усадьбы джаз, которые самые, я так думаю. Самые усадьбы. Да, самые усадьбы джаз. Каких вы участвовали в фестивалях, где тебе нравится? Мне везде нравится. На любом фестивале, на джазовом или там такое. Сейчас джазовый фестиваль превращается немножечко в фестивали, наверное. Но не то, что альтернативный. Но такое, много разной музыки они собирают. Там не только джаз и танго бывает на этих фестивалях. Я считаю, что это очень не так уж и плохо. Ну вот альтернативный ты хорошо сказал. То есть фестивали, где... Там не только джаз. Да, где можно музыку услышать. Я правильно понимаю, да? Вот такие ростки. Можно услышать людей со слухом, с голосом, с танцами, как нам сейчас Даша показала. И с музыкой. Да, да. Качественное. Хорошее слово, качественная музыка. Я думаю, не надо стесняться, потому что они говорят, ну вот о музыке нельзя говорить. Качественная, это как-то очень грубо. Почему нельзя? Все должно быть качественным, и музыка в том числе, правильно? Да, абсолютно. Да, Даша? Да. Ты кого слушаешь сейчас, скажи только честно? Ну, кроме ведущего. Ведро сейчас. Ну, вас слушаю правильно, Вадим говорит. Вот прямо сейчас. На самом деле я слушаю очень много музыки всякой, чтобы быть в курсе, что в тренде, что не в тренде. В принципе, я не отдаю предпочтение, конечно же, нашей попсе, такой попсе-попсе. Хотя, раньше вот попса была хорошая. Я могу сказать, что... Я могу сказать, что... В 60-е ты помнишь? Я хочу сказать, что Алла Пугачева, когда она была молодой, она прекрасно пела. Алла Пугачева всегда молода. Да, хорошо. Понятно. Я попросил, Алла Борисовна. Да, всегда молода. Но вот она, когда была молодая, она была потрясающе пела. И вообще, конечно, это просто... И сами песни. Просто. То есть ты, я так понимаю, из музыки знаешь двоими. Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Понимаете, как бы, тут же все понятно, мне кажется, все очевидно. Они же всегда вдвоем были. Я тебя расстрою. Они уже не пара. Я поднимаю свой вокал. Они уже не пара. Ну, ничего страшного. Но ты не переживаешь, все хорошо. Я не переживаю. Я продолжаю слушать других исполнителей, зарубежных в том числе. Ну, кого-то имена какие-то помнишь или ты не спрашиваешь? Ну, я джазовых, вот я все тоже такие вот. Армстронг, Фиджеральд, все, которые, ну, вот, такие на слуху. Естественно, я все слушаю. Из попсовых, если вам интересно. То есть, если вам интересно, то я не люблю послушать Бейонсе. И очень люблю посмотреть Бейонсе. Ну, да, что там слушать-то, господи? Это мое мнение. Бейонсе можно и... Шер, конечно же. Ну, Шер послушайте, да, понятно. Джайсон Тимберлейк. Но не потому, что он красавчик, а просто потому, что он клевый. Моя, когда сказала красавчик. Температура поднялась в студии. Мадонна. Люди, которые поднимут... Да. Послушать? Ну, она шоу делает клевое. Не послушать, наверное. Ну, я люблю всякие разные понахватать, посмотреть, что как там, что. Как у нас. Не, она шоу-мен. Не, Мадонна это уникум. Человек без голоса, без ничего практически, да? Но Мадонна... Да, она первая догадалась раздеться просто. Сейчас же все раздеваются до внутренних органов, а уже поздно. Как говорится, кто не первый, тот уже опознал. То есть голоса, конечно, Кристина Ангилера. У нее потрясающий голос. Вот. Ну, так это, Владимир, а ты вот... Просто я поздравляю проблему музыкантов, они же так вот предельчивые. Ну, я еще ракешник люблю послушать. Вот, ракешник, да, кто там у тебя? Я обожаю Скорпиенс послушать, Айра Смит, Система Федаун. Ну, вот я всякие такие. Ты прям по классике прошла такая. Ну, я люблю вот именно то, что сейчас в некоторых там по одной песне, может быть, у кого-то. Сейчас есть... Из наших, из наших я сплена люблю послушать иногда. Вот так. И лампа не горит. Да, и лампа не горит. Ребят, есть просьба, вот ты сейчас нам выдала вот с выходом, но можно же сделать в джазовом варианте. Можно. Сделаем. Вот ты сделал с выходом, а теперь без выхода. А теперь надо без репетиции. Да. И давайте вот в джазовом варианте. Любую же вещь можно в джазовом, инородной песней, и все. Если очень постараться. Хорошо. Попробовали сделать продиджи. Да, мои господи. А продиджи? Но пока не смотрели. Вы слышите? Мы продиджи еще будем делать. Может быть, когда... Продиджи, да. Вы даже не представляете, как сейчас... Просто я вам в следующем выходе кое-что расскажу про продиджи. Обязательно. Про продиджи я расскажу. Обязательно. Это история любви, кстати. А, прекрасно. Поэтому, если вы сейчас нас пишете, вот, девушка, то... Вы уже пишете, да? Я понял. Про продиджи будет чуть позже. В следующем выходе. Так что... А сейчас пока наше, давайте такой вот, да, вот что-нибудь... Наш. Наш, да, народный. То, что ты можешь, твое, то, на чем ты росла. Так. Ну, немножко под руку. Немножечко. Так. Ну, что? Друзья мои, джазовая версия. Не знаю, какой песни, но очень известной. Наверное. Это как раз музыка с Волм 89.1. Как вариант. Движение. Валенки, валенки, ой, да, не подшитый старенький. Нельзя валенки на сей, мне в чем к милому ходить. Валенки, валенки, ой, да, не подшитый старенький. Валенки, валенки, ой, да, не подшитый старенький. Ой, ой ты, Коля, Коля Николай Все эти дома не гуляй Не ходи на тот конец Не носи девка в колец Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Чем подарочки носить Лучше валенки, фашист Посети-ка, лучше дома Поучись, получишь жизнь Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Судя люди, судя бог Как же я любила По морозу, по седу Я к милому хотела Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валенки, валенки Валенки, валенки Валенки, валенки Валенки, валенки Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валенки, валенки Ой, ты не большие, ты старенький Валеньки 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 Давай, иди, давай, иди, они большие, старенькие, на носок, все напал, все рукой, прилети. Браво! Браво! У меня аж горло пересохло, у меня сейчас пришла мысль в голову, как это ни странно, Даша, я смотрел за вами, джаз, наверное, единственное направление, где априори исполнение под фанеру исключено, то есть, понимаете, да, это невозможно, то есть, если там в попсе, да, ну что, запомнил, а тут невозможно. А я просто чисто технически думаю, глядя на вас, что в фанера, ты просто не попадешь, это нереально, да, понимаешь, если бы кто-то даже захотел бы джаз под фанеру, то невозможно. Это, наверное, долго-долго репетировать, заучивать. Ну, это ужас, это, знаешь, где-то ты и мимо, как вот у нас постоянно, то есть, люди не попадают иногда на сценах, бывает. Бывает. Такое, да, ну, круто, вообще, такое. Спасибо. У нас сейчас небольшая пауза, друзья мои. А, кстати, не забыть, я вот хотел спросить, где живьем вас можно, где вот в ближайшее время послушать? У нас как раз, да, наверняка, и у нас в январе как раз день рождения группы. 26 января будет концерт. Сколько лет группе? 13. 13. 13. Вообще все хорошее рождается в январе. Да. Знаю по себе. Согласенному в январе. В январе большая, большая дорога. Так, да. Вот, но я не в январе родился. 16 тонн. 16 тонн. Да, там можно потанцевать. Так, это какого числа будет? 26 января, 16 тонн. Друзья мои, приглашаем всех в Москву, 26 января, клуб 16 тонн, улица 5 года, по-моему, ничего не изменилось. Да, улица метро, я имею в виду. Да, 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 там. 5 года и начало, вот сколько? 8 часов вечера. 20.00, приходите в Jazz Dance Orchestra, будет зажигать, живьем, как обычно. Живьем, будем. Даша обещает сделать выход. А, кстати, Prodigy вы сделали или планируется? Prodigy нет, мы пока планируем. Так. Ну, очень сложная музыка. Prodigy... Там два аккорда, но там столько всего. Клипы лучше не смотреть, конечно. Клипы Prodigy? Prodigy, да. Я такой страшный, во-первых, я был на их концерте, живьем. Но это же не Клип, все-таки. Да, это был не Клип. Червики не ползали, нет? Нет, они не ползали, потому что концерт был в Москве, это было зимой. Они замерзли. Они замерзли, они два часа скакали, как подорваны. А, червики, наверное, замерзли. Да, солист там скакал, как подорваны, просто, ну, Prodigy. Вот, ну, у нас это просто очень близка эта тема сегодняшнего дня, тема Prodigy просто красной нитью проходит. Мы сейчас идем на... Prodigy. Не на Prodigy, мы идем на музыку. Вот, и знаете, кто будет сейчас? Филипп? Нет. Нет, не знаем, кто же. Сейчас Jazz Dance Orchestra. Нет, мне сказали нет, сказали... Не будет. Да, нет, сейчас поставим что-то другое, а потом... Хорошо. Хорошо, мы не против. Да, сейчас немножко другой музыки посмотрим. Друзья мои, мы вновь в прямом эфире. С вами я, ваш звезда, ты ведущий Михаил Костанян и Jazz Dance Orchestra. У меня пришел этот вопрос, ну, первый, вот Василиса Васильева спрашивает, потом я второй зачитаю. Куда собираетесь на гастроли? Ну, Москва, это, конечно, хорошо. Подмосковье. Кудой? Ну, вообще, ой, я так не помню, надо посмотреть в календаре. А у вас есть соцсети, там, сайты? Конечно, у нас есть и Инстаграм Jazz Dance Orchestra, и сайт Jazz Dance Orchestra, и ВКонтакте Jazz Dance Orchestra, и в Фейсбуке Jazz Dance Orchestra. По-моему, друзья мои, в одноклассниках. Забивайте, не правильно, туда не надо. Jazz Dance Orchestra, забивайте, Jazz, Танец, Оркестр, по-английски, да? То есть, если у меня с дикцией плохо, Jazz Dance Orchestra, забивайте и узнаете все. А вот очень хороший, интересный вопрос. Что можете сказать тем, кто не принимает джаз? Сейчас, и ты читай второй раз. И тем, кто считает... Нет, давайте на первый вопрос сначала ответим, потому что... Что можете сказать тем, кто не принимает джаз? Принимайте. Ну, не знаю, мне кажется... Малыми дозами. Вы ответите, потом я тоже в ответ. Мне кажется, ну это просто начали... Джаза-делатели, а я как джаза-приниматели. Приниматель, хорошо. Но надо... Я не знаю, когда-нибудь, я думаю, придет, это коснется, что-то... Что-то в раз. Это вы, не вне, не вне. Давайте разбойте, да, у вас... Я вообще даже не думаю, что надо что-то делать. Но не принимается и не принимается. Может быть, когда-нибудь услышите что-то интересное, а это окажется джазом. И потом пойдут? Потом пойдет, поедет. Это говорят, это сказали люди, делающие джаз. Я как джазоприниматель скажу вам так. Если не принимаете джаз, ну и не надо. И не принимаете, зачем? Это не обязательно. Есть люди, которые принимают ванну, а есть люди, которые не принимают ванну. У которых просто ванны нет, без самой кабины. Да, и нормально. Но ванны, поверьте мне, лучше принимать. Джазовые ванны принимать лучше. Почувствуйте разницу. Что делать тем, кто считает переделки народных песен под джаз плохой идеей, мягко говоря? Слушайте, ну вообще плохих идей много. И каждый сам для себя решает, кому что нравится, кому не нравится. Если ничего не делать, ничего и не будет. Это же была моя идея. Может у того человека, который задал этот вопрос, какая-то другая идея. А я смогу лучше. Да, в чем-то другом, в своей профессии. Ну и на здоровье. Это сказали джазы-делатели. А джазы-приниматели, я скажу, ну что делать тем, кто считает, что это плохо? Так и считайте. Считайте, что это плохо. Не надо ничего делать, не надо напрягаться. Плохо? Не слушайте. Опять же, можно слушать Филиппа Бедроса. Еще не вопрос, не проблем. По молодому. Только не бей меня. Так что переделка, знаете, на самом деле, что значит переделка? Наверное, это переделка немножко неправильная слово. Да, это импровизация просто. И все. Потому что есть песни, которые даже по псовом варианте звучат по-другому. Например, мне очень понравилось, как в свое время Владимир Песняков, вот к песню Зыкиной, вот издалека долго течет река Волга, как он ее по-своему спел. Вот если слышал, да? Да, слышал. По-моему, очень красиво получилось. Так, прям такая вот из, казалось бы, ну а-ля народной песни, получилась красивейшая лирическая вещь. Мне кажется, часто такое бывает, что кавер звучит лучше, чем оригинал. Нет, в этом случае и то, и другое получилось. Так что и Узыкин, и у Преснякова. По-своему. По-разному. По-разному, сообразно, опять же, своему времени. Да, и времени, и вкусу, и как оно. Мы же не заставим Преснякова петь по-народному, как Зыкина пела. А текстом он проникся. Вот он и спел. Так и не надо, но зато больше людей узнали и полюбили эту песню. Конечно, конечно. Немножко, чуть-чуть вот в измененном варианте. Конечно. Так что все хорошо, дорогой наш зритель, все прекрасно. На свете куча из разных направлений музыкальных. Можете выбирать все, что угодно, слушать, наслаждаться, пожалуйста. Ребята, можно еще попросить, я вот пользуюсь своим, так сказать, служебным положением, ну, все-таки, когда еще на одной сцене с живыми джазовыми музыкантами. 26-го. На одной сцене вы меня пустите на сцену. А вы, а вы, а у нас будет много гостей. Да, кстати. Так, я сейчас, меня не волнует тебе гость, меня не волнует. А мне приходите, будете объявлять песни, будете объявлять, ведущим будете? С удовольствием. 26-го, друзья мои, приглашаю, так, я сейчас. Друзья мои, кто хочет увидеть меня в жилье, тоже приходите. 26-го числа, 20-0-0, клуб 16 тонн. Вот, потому что там будет самый звездатый джазовый, как я говорю, ведущий. Да, да, да. Вот, так что дадим джазу по полной. И сейчас. И сейчас. Живьем. Живьем. Что-то... Подождите, у нас звонок, у нас первым делом наш зритель. Первым делом телефона, да. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Денис, я вам звоню из Амстердама. Да, это наш... Здравствуйте, Денис, рад вас слышать, наш постоянный зритель. Да. Да, Денис. Как вам джаз, кстати? Прекрасно. Я хотел уточнить, ну, спросить, где выступать приходилось в самом необычном месте за 13 лет. Здравствуйте, карьеру. В необычном месте. Погнали, скорее. Спасибо огромное, Денис, из Амстердама. Это самое необычное место, где приходилось выступать. Так, и вот теперь надо... Подумать. Подумать. Ну, мест много было необычных. Да? Вадим, давай, пока пускай подсознание думает, а мы дадим джазу, и когда выйдем на следующем выходе, расскажем. Денис, в Амстердаме ответ получите. Да, не убегайте. А сейчас джаз, дэнс, оркестра, живьем выступает для нас. Денис, 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 оркестра, живьем выступает для нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok